Мы в поезде Хива-Андижан. Едем в Бухару. За окном остается гостеприимная Хива. А это великая река Центральной Азии Амудария. Она протекает в нескольких странах и обеспечивает существование всему живому на огромных территориях. Потому что дальше простирается бескрайняя и безжалостная пустыня Козелкум. И вот спустя несколько часов мы уже едем в такси по улицам Бухары. Таксист посоветовал нам гостиницу в старом городе. Мы заселились, хорошо отдохнули с дороги и на следующий день с утра отправились осматривать местные достопримечательности. Гостиница, в которой мы живем, находится недалеко от площади Ляби-Хаус. Это очень красивое и, наверное, самое романтичное место в Бухаре. В округе полно лавочек различных ремесленников. Торгуют всем, начиная от посуды и заканчивая коврами. Традиционные узбекские штампы для лепешек. Называются чекич. Сколько стоит? 800 тысяч. Халатик. Это хайп. Посмотрите, как прикачиваете. Я же говорю, вертолет. Керамика просто классная. Красивые. Давай купим. Мы не спеша двигаемся в направлении главной площади и цитадели Арк. По дороге много небольших базаров, которые расположены в старинных зданиях. Здесь торгуют со времен шелкового пути. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают магазины и мастерские, в которых делают и продают ножи. Фото знаменитых людей, которые посещали этот магазин. Ассортимент ножей очень большой. Но в основном это узбекские пчаки. Туристки играют в карты прямо на улице. Здесь тоже делают ножи. Зайдем. Продавец рассказывает покупателям о ножах. Какая сталь? Из чего сделана ручка? Для чего предназначен? Кроме ножей, здесь делают еще ножницы и замки. На соседнем базаре продают музыкальные инструменты. И еще много всяких разных мелочей. Примерно в середине нашего пути находится жемчужина Бухары. Архитектурный ансамбль по и колонн. В переводе на русский – подножье Великого. Это одна из наиболее выдающихся достопримечательностей не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. Минарет-колонн. Самое древнее здание на площади. Его высота 46 метров. Он построен в 1127 году. И почти за 900 лет ни разу не ремонтировался. Представляете? Мечеть-колонн. Построена в 1514 году. Под ее сводами собирались до 12 тысяч человек. Двигаемся дальше. И вскоре выходим на Центральную площадь, к цитадели Арк. Прообразом этой крепости служит созвездие Большой Медведицы. Здесь туристов катают на верблюде. Верблюд большой, в наморднике. Выглядит очень солидно. Вот кому на чем интереснее кататься. Кому на самокате, кому на верблюде. Крепость снаружи выглядит очень печально. Посмотрим, что там внутри. Входной билет стоит 60 тысяч сумм. Ну это примерно 600 рублей с человека. Вначале небольшой дворик. Здание мечети с резными деревянными колоннами. Теперь здесь находится музей каллиграфии. Пройдя по уютной улочке, мы выходим на главную площадь. И что мы здесь видим? Просто куча земли и все. Проложены пара дорожек. Старинная мечеть. И все. Вот такие виды со стены на исторический центр. Бои колонны Шуховскую водонапорную башню. Получается, что крепость Арк представляет из себя гигантскую коробку, доверху наполненную землей. Мы спрашивали у нескольких экскурсоводов, как так получилось, что крепость наполнена грунтом. Ничего внятного нам объяснить не смогли. Нам ответили, что все здесь разрушено. В результате авиабомбежек Красной Армии под командованием Фрунзе. Мне кажется, что это не совсем соответствует действительности. Бухара – это музей под открытым небом. Это великий человек. Он показывал его на МАЧ-ТВ. Зато местные водители любят пошутить и посмеяться. Вечером на площади Ля-Би-Хаус открываются ресторанчики. Собирается много народу. Отовсюду звучит музыка на любой вкус. Вечером на площади Ля-Би-Хаус. С подсветкой площадь выглядит очень красиво. Посмотрите, насколько здесь все необычно и колоритно. Ты решил меня снять? Конечно. Я, блин, не расчесана. Посмотри, какая лучше улочка красивая. Поехали. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Бухаре довелось познакомиться Случайно, прямо на улице Одними дорогами ходим Минарет-колонн с вечерней подсветкой Красиво, правда? К вечеру мы так находились Что вынуждены были арендовать электромобиль Это бывшая водонапорная башня А сегодня арт-объект Она построена по проекту архитектора Шухова Это родная сестра башни на Шаболовке в Москве Вот так выглядят улочки Бухары ночью Мы для порядка, а больше для развлечения Поторговались с водителем Мне кажется, он остался доволен Уставшие, но довольные Мы наконец-то добрались до отеля На следующий день билет на поезд Мы купить не смогли Свободных мест не было Поэтому нам пришлось ехать в Самарканд на такси Вот цена бензина в Узбекистане В октябре 2023 года Попросили водителя остановиться на хлопковом поле Интересно же, как хлопок растет Сначала цветок Потом бутон Не спела ее, не раскрылась Когда она поспеет, раскройся Вот это вот, раскрылись Ну-ка покажи, что там внутри Прикольно, слушай Мандариновые дульки Вот, раскроется Когда поспеет, раскроется Вот хлопок Интересно, смотри Это вот цветет он так Бутон, смотри Да Они разного цвета бывают, бутоны От Бухары до Самарканда 270 километров О том, что мы увидели в Самарканде Смотрите в следующем фильме 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 Смотрите в следующем фильме